Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня интересное блюдо к праздничному столу. Все, что вам потребуется, вы видите на экране. Итак, приступим. Я взяла курицу. У меня вот такая домашняя, весом на 1,9 кг. Я ее хорошо помыла. Теперь ее нужно порезать на порционные кусочки и уложить довольно плотно в кастрюлю. Величина этих кусочков может быть абсолютно любая, как вам нравится. Затем мясо заливаем обычной холодной водой. Воды нужно налить столько, чтобы полностью покрывало мясо и еще немного сверху. Теперь сюда же я добавляю черный перец горошком, примерно 10-15 штучек, и 2 лавровых листа. Также почищенную большую луковицу, по желанию еще можно добавить морковку. Теперь это все накрываем крышкой, ставим на огонь и доводим до кипения. За бульоном следите, он не должен ни в коем случае перекипеть. И во время закипания обязательно собирайте вот этот шум. И вот теперь, когда у вас все хорошо и равномерно закипело, делаем самый маленький огонь, чтобы еле кипело. Накрываем слегка крышкой и так оставляем варить до готовности. Время приготовления будет зависеть от того, насколько ваша курица старая. Это может быть и 2, и 3, и 4, и 5 часов. Когда мясо начнет отделяться от костей, значит уже готово. Ни в коем случае не давайте бульону сильно кипеть, потому что у вас ничего не застынет. Примерно через 1,5 часа вытаскиваем лук и лавровый лист, они нам больше не потребуются, и продолжаем варить. У меня уже готово, мясо варилось 3 часа. Теперь я достаю его. И оставляю остывать до такого состояния, чтобы можно было тронуть рукой, а затем очищаю от костей. Бульон тоже сильно горячий, мне не нужен. Он должен быть примерно градусов 85. Поэтому я оставлю его минут на 20, чтобы он остыл. А за это время нужно почистить головку чеснока. Количество чеснока вы, конечно же, можете добавлять по своему вкусу. Теперь отправляем его сюда, в бульон, через чесночницу. Обязательно проследите за тем, чтобы бульон немного остыл, потому что если вы добавите чеснок в горячий бульон, он там запарится и будет абсолютно другой вкус и запах. Сюда же соль по вкусу я добавлю, чайную ложку. Все хорошо перемешаю и оставлю пока настояться. И теперь очень важный момент, это желатин. Есть две категории людей, которые варят холодец без желатина и потом думают, застынет или нет. Либо такие, как я, которые желатин добавляют всегда, и тогда 100% результат. Тем более я не вижу в нем ничего плохого. У меня здесь 30 грамм, он рассчитан у меня 15 грамм на пол-литра жидкости. Смотрите свою инструкцию. Заливаем его 100 граммами обычной холодной воды. Хорошо перемешиваем и оставляем минут на 15-20. Вот посмотрите, желатин у меня уже набух. Теперь я добавляю его сюда, в бульон. И хорошо перемешиваю до полного растворения. Далее мясо, которое почистили, нужно некрупно порезать. Затем, если вы делаете обычный холодец, то просто раскладывайте это мясо по тарелкам. Я же хочу сделать в виде поросенка, потому что этот Новый год будет год свиньи. Для этого я взяла вот такую бутылку от молока, видите, с широким горлышком. Теперь закладываю сюда мясо. Плотно утрамбовывать ничего не нужно. Вот как влезло, так и хорошо. Видите, мяса достаточно много, поэтому у меня получится еще одна тарелка холодца. Далее возвращаемся к бульону. Аромат просто обалденный. Он уже остыл примерно до градусов 55. Теперь я беру вот такое мелкое сида, для того, чтобы бульон был чистый, и процеживаю его. И теперь вот этот процеженный бульон наливаю в бутылку до самого верха. Оставляем остыть до комнатной температуры. Затем закрываем крышкой и ставим в холодильник часов на 10. Я ставлю на ночь. А остальной бульон выливаем в тарелку. Также остужаем и прячем в холодильник. Итак, у меня уже все хорошо застыло. Вот видите, в тарелочке и вот в моей бутылке. Теперь я подготовила вот такое блюдо. Берем ножницы, которые вам удобно, либо нож, ну смотря чем вам удобно. И аккуратненько разрезаем вот эту вот бутылочку. Вот видите, я отрезала дно и теперь еще вот так буду резать до горлышка. Теперь вот здесь, где горлышко, я вот так по кругу еще отрежу. И вот видите, я еще даже не успела до конца дорезать, а холодец уже попадает. И выкладываем на подготовленную тарелку. Теперь я его оформлю. Для глазок я взяла две маслинки, отрезала попки и приклею их с помощью майонеза. Ушки это у меня два кусочка колбасы. Вот такие, видите? Я вот здесь сделаю небольшие надрезы и вставлю сюда. Пятачок это будет кружочек колбасы. Гвоздику я использую как ноздри. Вот так вот втыкну. И приклею тоже с помощью майонеза. Ну и еще остался хвостик. Я тоже взяла кусочек колбасы. Сделаю здесь сзади такой небольшой надрез. И вставлю его. Глаза на майонезе начали немножко сползать, поэтому я в них втыкнула еще по одной гвоздике. И вот такое интересное блюдо у меня получилось. Этот новый 2019 год будет год свиньи. И мне кажется, что такое оригинальное блюдо украсит любой праздничный стол. Тем более, вот эти заготовки в бутылках можно приготовить заранее, за пару дней. А украшать уже непосредственно перед подачей. Ну а если вы не хотите так заморачиваться, то просто оставьте вкусный холодец в тарелках. Я думаю, он понравится всем. Так что обязательно готовьте! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!